всем привет воскресенье 7 октября я еще не подходила к окошку что у нас там ну снег почти растаял сейчас вам не видно не видно снег почти растаял и сегодня последний день я забираю анютку в воскресенье она обычно отдыхает оля уже в следующее воскресенье 14 числа у нас выходит поэтому они беру сегодня и завтра раненько потом работать в другом графике и вчера вечером я посадила вот это дело замочила в проращиватель смотрите вот такие проращиватели я их купила прошлое весной вернее ну как прошлый последний которая была весна и у меня на канале елена и зверя то были видео по поводу этих проращивателей классная хочу сказать вещь потому что я вот даже не выкинула инструкцию чтобы ничего не забыть это не только для зверей это можно делать и для людей проращивать то есть туда же вот написано что это проращиватель универсальный настоящая находка для любителей полезного питания то здесь можно не только вот овес это мне подписчица прислала спасибо большое даже тут она написала о овешу блин а поняла где что прислала на канал елена и зверята сейчас я его буду сажать но не только овес можно сажать также можно сажать крест салат горчицу дайкон редисвеклу и вот эти молодые проросточки от росточки срезать и кушать то есть то есть понимаете дачку я говорю и сейчас я покажу как я все это делаю быстренько потому что здесь ничего такого сложного нет и чтобы сама потом если вдруг потеряю инструкцию я сейчас подзабыла сейчас буду по инструкции сколько чего и сколько как по времени все это выдерживает потому что если потеряю инструкцию мне останется это видео значит что поместить надо семена для проращивания в корзинку то есть сюда если семена меньше вот этих вот дырочек там еще есть такая сеточка которая микро микро и ему надо стереть но у меня семена крупные не пролетят значит час ей сюда помещаю тщательно промываю под водой потому что там может быть пыли шелуха но вот я промыла залила водичкой комнатной температуры и оставлю все это до утра сейчас вечер когда снимаю вот это вот начало моей посадки и хочу сказать почему мне прислали семена наверно кто-то может удивиться у нас не продают семена как вот ведрами продают на рынках для цыпля для живности для всякой у нас не держат никакой птицы у нас никого здесь не держит у нас нет домашнего хозяйства поэтому нас не продают ни рожь ни пшеницу ни овес и я покупала все это дело в зоомагазине овес который предназначен для попугайчиков он отвратительно прорастает одеваться было некуда покупала его поэтому мне было несколько посылок на канал елена и зверят и там мне присылали вот именно семена для проращивания поэтому пока у меня на начало осень я еще богатая я не все зарасходовала потому что они прислали весной и потом было лето как бы он были зеленью у меня стали запасики мои люблю и без запасики поэтому пока проращиваю это ладно пускай стоит до утра закрыла крышечкой здесь есть вентиляция типа парничок получается такой это были вечерние съемки а теперь продолжаю уже снова с утра и так что теперь мне предстоит теперь я должна все это дело хорошенько промыть промыть слить водичку и потом залить только внизу сейчас вода вот сверху сейчас это дело вылью все снизу и залью водой только до уровня семян только до уровня низа вот это вот корзиночки все я сделала водичка у меня только вот тут немножко на донышке семена не должны уже теперь плавать и теперь я закрываю это крышками ставлю в теплое место естественно не на батарею просто в теплое место и теперь моя задача чтобы эти семена не заплеснили не забродили я должна почаще менять тут водичку то есть два три раза в день я буду менять водичку промывать семена до тех пор пока они не дадут первые ростки дальше уже проще подливая подливая воду пускай растут так что начало положено а что у меня получится я вам покажу конечно же на своем канале все я собралась быстро-быстро уже так пролетело утро заказывала на али рубашечку еще ни разу не одевала получила ее после отпуска рукав короткий поэтому одеваю кофту сверху на работе согреюсь тогда можно будет снять кофту в смысле не рубашку все бегу уселась машину сейчас щепляю камеру вот сюда и поехала сегодня осталось не там где обычно потому что вчера приехали когда мест уже не было в субботу во дворе не было мест отсюда выезжать не очень удобно тем более у меня машина без гидроусилителя руль я кручу ручную не так как у гидроусилитель раз пальчиком покрутил и все а тут надо силы приложить есть они нету приложить надо я когда сажусь за руль мужа машины мне так непривычно так легко это все дело крутится в принципе я узнавала на ланас тоже можно поставить гидроусилитель это я вот объезжаю вокруг двора потому что там не развернуться нигде на ланас можно поставить гидроусилитель я узнавала это где-то год назад и стоило это в районе 7000 ну в принципе мне он не нужен я привыкла уже так ездить покрутишь главное не на месте крутить когда машина стоит если допустим куда-то там это развернуться повернуться хотя бы немножко начать движение чтобы колеса крутились и тогда руль крутится более-менее нормально если ты будешь выруливать так смотрю по сторонам никого тут не едет если ты будешь выруливать конечно на месте колеса будут стоять то тяжело крутить а так нормально привыкаешь смотрите город пустой абсолютно пустой вообще никого нету вообще встретил одну машину один автобус и все днем машин валом ночью все спят особенно воскресенье я не считаюсь сегодня кстати решила поехать по городу не по нижней дороге разницы никакой нету машин нету что там что здесь светофоры тоже меня радует поэтому нормалек и вот интересно машина слева куда крадется 5 катится катится потихоньку полегоньку ты чё быстрее всех хочешь быть 5 все делает за дописок водного докатился ну давай уже дави на газ калите их зеленого нету для чего он это делать все тормоза не работают что ли там молодой человек за рулем кстати ну и чё покатился далеко уехал смешно да паренек сидит ну как молодой человек не сильно молодой лет 25 26 27 это внешне для чего он так катился я не понимаю сзади меня прям уже машин пять или шесть под накопилось гляньте ай лавью мурманск сейчас во всех городах такие таблички вот слева такси и надо быстрее она деньги зарабатывает это машина вот он слева опять этот непонятный товарищ это делать рядом за такси крайне короче говоря едет что не будешь перестраиваться чтобы я теперь с правой стороны обогнать гляньте как красиво снова по левой стороне там было и лавью мурманск тут что-то видимо северное сияние обозначает или даже не знаю что это обозначает честно говоря но красиво а тут паренюк едет сзади слева чуть позади меня вот он опять сейчас будет так обгонять вылезь вылезь давай поезжай 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 дорогой поезжай пристраиваемся в городе уже машин побольше и по левую сторону здание под названием арктик морд нефть и газразведка в этом здании работа мой бабулькин до самой пенсии и еще на пенсии короче говоря арктик морд нефть и газразведка с первого раза и не запомнил что не знает ладно по дороге камеру уже включать не буду наверное выключу потому что забыла зарядить батарею а вдруг мне захочется что-то поснимать еще на работе дайте они куртку вот налить так а мы они наоборот оттуда прогнали она прошла туда я думала я положила такой ну да думаю что уже человеку надо же взбодриться кона хабиб трансляция моря так она еще не началась как-то в автономном движении сейчас все будет давай это расписался все убираем ладно она пока прогрузится ну зайдешь сделаешь как надо короче я тут еще бои буду с утра смотреть то футбол то еще что-нибудь теперь сейчас позвоню набирайте его ну сейчас позвоню постоянно набирайте хорошо тут не дело короче ты встал давай я поздозвонился я говорю ты встал он да да детский сад скоро на пенсию в буди все встал все все встало да я же еще набрал овощей поэтому я так и делал думаю что хватило так и вон вам еще прибыль приз понял приз в студию бонус и в чем все не отписались хорошо так 4 так расписаться всем спасибо до свидания пока садов будем везти хорошо а почему а гена попросим в цирку ходить какой гена в цирку до плотников а гена есть да а он который товар принимает который работает там у них в магазине походите в цирке в магазине работ садов попросим на 9 утра привезти да хорошо этих отвезет вам напомнить мне сегодня не пропущены от вас нет сегодня не сможешь поменять только я смогу поменять я отработала сейчас еду к родителям и хочу зайти в гермес там говорят открыли экспрайс новый экспрайс хочу позаглядывать пока у меня сегодня полдня свободный могу посвятить время себе походила я по этому фикс прайсу ничего мне толком не пригляну взяла две банки себе баклажан такие какие то маринованные мне нравятся я люблю взяла влажные салфетки короче какой то по мелочам взяла ничего такого хорошего чтобы не было интересно такое что я не видела в нашем фикс прайсе здоровый магазин все валяется все как то бестолково короче мне там не понравилось а потом по пути мне встретился и одел ниток мне директор заказал связать к новому году потому что год свиньи желтую свинью в том году он мне заказывал собаку я ему вязала собаку естественно он платил мне за это все за работу за то сколько и сказала столько он и платил а в этом году он хочет свинью я раз в год у желтой свиньи я купила желтые нитки у меня есть дома другого оттенка я ему предложу два варианта на выбор и пусть он выберет какую свинью какого цвета ему связать он хочет большую свинью и у меня есть у меня есть и у меня есть мальчик и у меня есть Выходила домофон. Зашла сюда. Привет. Ключи забыла сегодня. Я без ключей. Склероз. Склероз. И камера у меня сейчас сядет. Сегодня забыла зарядить. Суп, да, не решили, что нам нужно. Так, суп, хорошо. Хорошо, я меняю суп на борщ. Я маленькую баночку борща тебе, ну-ка, с мясного, со свининкой. Ну, давай. Маленькую баночку. Я не знала, есть у тебя первая или нет, поэтому я много не стала. Первый раз, первый класс. Ку-ку. Хорошо, хорошо. Ничего про Федю не рассказывала. Ничего, но она вчера по вайберу набрала вечером меня. И Саша говорит, хочешь, я мужиков покажу. Заносит она в телефон туда, валяются. Мишка на кровати и Федька рядом смотрят телевизор. Тут просто настоящие мужики. Два мужика смотрят телевизор. Федя улыбается, улыбка на ушей. А плохо там связка какая-то прерывается. Что-то говорит, меня вижу. Ну, что-то говорит, он меня видит. У меня так, как это, потешно я такой вообще. Парень бесподобный. Классно. Ну, все уже закончилось с закрутками. Да больше ничего не было. Все. Все, потому что мне с того года еще пооставалось, надо доедать. У меня остались все синенькие, у меня остались все кабачки. Ну, ничего не будет, там и два-три, ничего страшного. Я лучше подъем, а следующий год уже заделаю, как, ну, по новому все. Блин, так в этом году накрутила и томаты, и того, и все. Да, да. А, методы она закрывала. Консервы, эти рыбы. Да. У меня джика есть, у меня грибы есть. Варили, прошлогодних много осталось все еще. Ну, замечательно. Кофе, чай. Сейчас посижу, господь попью. Так. А у меня супа нету, кстати. Я, наверное, сварю суп со скумбрией. О! А горошек, наверное, есть. Горошек, наверное, есть. Если нету, и не надо. А, я же в магазин буду за хривом заезжать. У меня... Я обычно всегда имею в запасе. Суп всем с мясом? Да, конечно, свинячий, свинячий, да. Ободрала в клетку обшуршенную. И где-то вот сейчас нечаянно вчера тоже содрала. Лежу, думаю, что мне так в руке горячо. У меня такая струя крови, как будто у меня там дырка. И сейчас тоже взяла, сковырнула нечаянно. Опять у меня кровь пошла. Замок вкрыть, как я его так раз... Ну, шушу, шушу. Да, не то слово, это вообще. Главное, скумбрия хорошая. Я долго выбирал, кто выпускает, где. А это чья? Это Псковская область. А есть Рязань. Рязань от моря находится где-то около 900 километров. За Москвой. А Псков от моря 200 километров. То есть тут от Балтийского моря до Пскова рядом везти. Ну, это значит... А то же, если от Рязань и Рязанская стоят дороже в два раза. Потому что доставка. Ну, видишь ты, как все логически у тебя рассуждение. Так нет, когда я рыбу беру, я смотрю. Калининский, производитель, он рядом с морем, рядом. Ну, все. Хорошо, ты знаешь, что ты звонили рядом с морем. Мне так, чтоб Псков что-то... А если Москва выпускает? Какая рыбная... Нет, ну, Москва-то уже ладно, то понятно. Рязань. Ну, нашли морскую державу. Рязань. Я кладу домой, как всегда, с гостинчиками от папы с мамой. Вот такую баночку скумбрии мне папа угостил. Он разбирается в рыбе. Знает, какая лучше, какая вкуснее. Сейчас я сделаю с этой скумбрии супчик. Мама мне напомнила купить баночку горошка зеленого. Купила вот такую небольшую баночку. 23 рубля. Классный горошек. Коля корову. Он любит корову. Мне шоколадку к кофею. Я много шоколада не ем, поэтому мне ее хватает. Прямо на целую неделю. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вкусняшка, полезно, вкусно. Темный шоколад всегда вкусный. Темный, горький, очень хороший шоколад. Гляньте, какой он пенгольд. И сейчас я сварю супчика, голубчика. Ну, и больше сегодня готовить ничего не буду, потому что у меня на сегодня все есть. А это травки мне мама дала. А еще и Фраше очередное письмо мне кинули. Сейчас читать некогда. Потом почитаю. Погляжу. Но мне, в принципе, ничего заказывать пока не надо. Я сейчас жду 15-го числа. Должна прийти посыл ко мне. Там сумка будет. Еще что-то подозаказывала. Уже не помню. Но я из-за сумки делала заказ. Но все равно полистаю по глазу. Если что, выкину. Мой чудо супчик из кумбрии готов. Очень его люблю. Мама с папой моей тоже любят такой супчик. Мой муж такого не понимает. Он либо с кумбрией, либо супчик только другой. Но у него есть борщ. Пусть есть борщ. А я буду есть свой любимый супчик. И он притопал ко мне на кухню. Доел рис. Сварила ему еще на завтра риса. Я люблю пюре. Себе варю пюре. Ну я и рис, конечно, люблю. Но больше нравится пюре. А ему пюре. А ему больше нравится рис. Поэтому немножко того, немножко сего. И пока варится пюре. Притащила проращиватели. Сейчас заглянем, что у нас тут. Как дела? Гляньте. Так, нету тут корешочков. Еще не лезет ничего у меня тут. Сейчас опять хорошенько промою. Пусть стоит до вечера. Перед сном опять хорошенько промою. И так до утра. Короче, главное, чтобы промывать. Иначе все это будет склизкое. Запах, плесень. И тогда все дело пропадет. Будет плохо. И уже вечер. Я обмонтировала опять видео. Кажется, что снимать видео очень легко. Нет, не легко. Потому что монтировать, как монтировка, я говорю иногда. Шутку. Занимает много времени. Очень много. Надо все повырезать. Когда много кадров. Много всякого ерунды. Тут у меня вот специально я включила вам показать. Насколько я завела будильник на завтра. 4.45. Ну, на всякий случай завожу 4.55 через 10 минут. Но всегда встаю по первому будильнику. Всегда. Это редко-редко. Когда я там задремаю, наверное, раз в полгода. Такое бывает. И то даже реже. Поэтому сейчас я уже видео буду заканчивать. Я постараюсь. Я постараюсь уснуть пораньше. Хотя я в этом не уверена. Но, по крайней мере, пошла я в душ. И с вами хочу попрощаться. Если вам понравилось мое видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий. А я вас всех люблю. Всем пока. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok